Добрый, добрый, добрый день! Добрый, добрый вечер! Доброй, доброй ночи! У кого какое время и у кого какая страна! С вами снова я, ваша Вивьена. На канале Вивьена, Вивьена, Эзотерика и Жизнь. Также есть второй канал, Ведунья Вивьена. Пожалуйста, подписывайтесь и на один канал, и на второй канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Вы так оцениваете мою работу. Я всегда с радостью делаю вам расклады на каналах. Общие расклады, ритуалы, онлайн-ритуалы, мое гипнотическое воздействие на вас, чтобы ваша жизнь стала светлее. Вот мой голос имеет такую способность. Именно голосом я успокаиваю людей. Они начинают улыбаться. Даже когда ко мне приходят на прием, у людей начинают идти слезы. Это счищается негатив. То есть сглазы, обиды, зависти. Пожалуйста, кому нужны личные консультации, личные заказы, открытие дорог, чистки. Пожалуйста, я делаю в основном только такие ритуалы и такие действия, чтобы ваша жизнь изменилась к лучшему. Все, кто подписаны на мои каналы, кто подписан именно, и у кого колокольчик стоит темный, и который звенит, проверяйте колокольчик, и YouTube сбрасывает. На подписке с правой стороны колокольчик. YouTube сбрасывает, и колокольчик белый. Также уведомления YouTube тоже не всем присылает. Это от нас не зависит. Мои контакты у вас перед глазами. Плюс 9, 9, 5, 5, 100, 93, 36, 95, 44. Также мои контакты в описании под видео. Если вы нажмете на название видео, то выскакивайте текст. Если там написано еще, нажмите еще, чтобы полностью текст прочитали. А также в закрепленном комментарии. Первый комментарий всегда мой. Что еще хочу сказать? Меня нет в Одноклассниках. Я есть только в Фейсбуке и ВКонтакте, Ютубе, и также еще Яндекс.Эфир. Поддержите меня в Яндекс.Эфире. Я там тоже выставляю видео. Разные видео. Пожалуйста, смотрите. Канал там называется Вивиена, Эзотерика и Жизнь. Прям большими буквами вводите в найти, и он находится. А сегодня мы с вами сделаем расклад на вашего любимого, на вашего сегодняшнего, бывшего, у каждого свой. Что говорит его душа? То есть мы влезем в душу, то, что он не хочет говорить, сам себе это не хочет говорить. Что его душа говорит о вас? Его мысли, чувства. Посмотрим действия, если будут. Что еще хочу сказать? Что, вот я говорю, гипноэзотерика. Это очень близко к нейролингвистическому программированию. На втором канале, на другом, тоже видео сегодня вышло. Смотрите, заходите. Мы никому ничего не должны. И нам тоже никто ничего не должен. Ошибка с женщин. Это нас так воспитывали. Мужчина должен то-то, то-то. Мужчина должен. Да ничего он не должен. И вы ему тоже ничего не должны. Вы просто живете вместе. Или вместе строите отношения. Просто улыбаться. Просто дарить этот свет. Вот когда вы сами излучаете свет, к вам тоже все тянутся. И мужчина тянется. Я не говорю про всяких там манипуляторов и еще кого-то. Ну, скажем так, мудил. Это бывают и женщины, и мужчины. Женщины чаще всего называют таких женщин стервами. Ну, стерва знает, чего она хочет добиться от мужчины. Чаще всего материального или каких-то выгод. Точно так же и манипулятор. Он тоже хочет что-то получить. Это могут быть и материальные средства, и ваши, ваша энергия, ваши советы, ваши связи. Это очень многое может быть. Каждый манипулятор получает свое. Если уже начались манипуляции, то уже не стоит. Надо отходить. Если нет гармонии и вас оскорбляют в отношениях, нужно уходить. Не надо ничего тянуть. Никто не меняется. Если мужчина алкоголик, не боритесь с ним. Он сам выбрал и продал свою душу демонам, которые передадут дьяволу. Отойдите, пусть он сам. Ему же это комфортно. Алкоголики самые страшные манипуляторы и эгоисты. Все для них. Вот весь мир пляшет для них. Вот, понимаете, для алкоголиков и наркоманов. Весь мир пляшет на них. В аптеках марганцовку нельзя, потому что это можно делать выпорку, наркотик получать. То-то нельзя, другие препараты нельзя, КДИМ нельзя. А люди, которые болеют, не могут получить это. Почему? Почему? И вот так же в жизни. Алкоголики, наркоманы, они эгоистично заставляют делать другого человека, вампирят у него. Другой человек мучается, терпит. И еще, ой, надо ему помочь, ему надо помочь, не надо ему помогать. Каждый человек сам понимает, надо ему встать с колен, надо ему из могильной ямы вытащиться или нет. Каждый человек сам. И пока он не просит о помощи, не надо помогать, и вообще не надо никому помогать, если вас не просят о помощи. Только когда попросят. Потому что потом же за вашу благодать вам же ведро грязных помоев нальют на голову. Сегодня у нас расклад, как я сказала, что говорит его душа. У меня всегда стоят тайм-коды, поэтому говорилки можете не слушать. Сразу приступайте к предсказанию, к раскладу. Будем смотреть мы на двух колодах. Хотите, смотрите по одной, но и две колоды дополняют друг другу. Это один расклад на двух колодах. Колода у нас Таро Ленорман, и колода мифологическая. Укрытие. Укрытие. А вот тут что сделать? И я мысленно отвечаю вам, и у вас сразу приходят точки, а надо сделать так, а надо сделать так, а надо сделать так. Потому что вот эта связь энергетическая происходит между нами, и мы становимся как одно целое. Начинаем расклад. Психологический, гипнотический расклад. Гипнотический он действует не чтобы вы выполняли то, что я хочу, а чтобы ваша жизнь моим голосом изменилась к лучшему. И отношения, чтобы ваши гармонизировались с людьми и с любимыми. Начинаем. Сначала смотрим на этой колоде. Так, это поставлю. А, сначала я хочу посмотреть, кто вы, кто у нас сегодня пришел. Если вы открыли это видео, то это не случайно. Это не случайно. Это вам. Высшие силы сказали, открой, ты здесь узнаешь что-то новое. Кто вы? Кто вы? Нет, давайте посмотрим не кто вы, а его душа. То есть кто он? Лучше так. Кто он подходит, значит, смотрим дальше. Нет, значит, пошли по ленте или по другим видео моим или других тарологов-блогеров. Кто он? Он-то у нас. Он, прям вышел он. Ну, у некоторых может быть, то есть, потому что это общий расклад, поэтому мы говорим. У некоторых может это быть человек, который любит передвижение, у которого есть транспортное средство, а также этот человек любит попрыгать. То есть, то к одной, то к другой. Тайные какие-то все время у него дороги. Тайные дороги. И вообще у него тайные дороги. Тайные дороги. Тайные дороги. Кто он? Какой он? Кто он? Ой. Человек любвеобильный, но, знаете, он сам себя, он любит, чтобы было все легко и для него. Но с другой стороны, он умеет как бы любить, но он эту любовь, вот знаете, как, не надо ничего про любовь говорить, вот такого смысла, что любовь, он закрыл на замок, на амбарный, тяжелый замок. Закрывается, не показывает. То есть, когда он чувствует, что у него идет притяжение к партнерше, ну, к любимой женщине, вообще к женщине, он сразу пытается отстраниться. Зачем тогда будут обязательства? Зачем? Вот такой мужчина, он любит тайные отношения, легкие отношения, то на одну дорогу, то на другую дорогу, то туда, то сюда. Очень скрытный мужчина, какой он? очень сексуальный, любвеобильный. Ну, знаете, могу сказать, сколько бы ему лет не было, хоть 15, хоть 93, мужчина, этим мужчиной движет только сексуальные какие-то пары. Вот это у него на первом месте. Его родной жезл, это вообще что-то. И он так и остался каким-то вот ребенком. Вот знаете, такое ощущение, что его когда-то недолюбили. Он все время рыщет и ищет ту, которая, я говорю, главная женщина на земле у мужчин, это мама, это так и есть. Вот ту, которая будет пахнуть мамой. Такой мужчина. Ну, тут все говорит о сексуальности партнера. Ну, вот, да, у него, у него все решается только этим. Вот понимаете, у него, он любит ночные встречки, ну, это именно сексуальный жар. Независимо, как у него там, в 90 ему лет или ему там 14, совершенно не важно. Но здесь мужчина, могу сказать, что который любит и погулять, и может пописать кому-то, писать тут тоже, потому что темные, тайные, тайные какие-нибудь переписки, но они у него все равно, это для сексуальной, вот такой его поддержки. Хотя мужчина сейчас вот пытается выкарабкаться по жизни, да, но он именно от каждой женщины тут вот такой идет, он все время что-то берет. Он все время что-то берет. Вот такой у нас мужчина. А теперь мы будем сказать, что он в душе, на самом деле. Любить-то он может, только он пытается это скрыть. Теперь будем смотреть вот по этой колоде. Посмотрели, кто он. Теперь будем смотреть колод 2, расклад 1. То есть это здесь нет вариантов, никаких вариантов здесь нет, карты перевернулись. Сейчас я их поверну, карта перевернулась. Ну, вы тут вышли, конечно, карта перевернулась, вышла фортуна. Что говорит его душа о вас? То, что он пытается все запрятать туда. Что говорит его душа о вас? Ух ты! Ух ты! Ну, я вот что сказала, что этот мужчина вообще из себя представляет, так оно и есть. Что его душа говорит о вас? Вы с вами очень хорошо посидели, поговорить, прикоснуться. Но мужчина очень много думает еще о том, к вам прийти, вы даете силу, получить от вас эту силу. Мужчина очень много думает о деньгах и считает, что он все делает правильно, что на первом месте всегда деньги, карьера. так, что говорит его душа? Вашу силу ему надо взять, да, вашу силу, ваша сила. Что говорит его душа? Ух ты! Ну, знаете, могу сказать, что говорит его душа? Вот то, что у мужчины какие-то чувства к вам есть, да, и он даже считает, вы разбили его сердце, а с другой стороны идет, что, да нет, я вот как-то все по справедливости делаю, ну, то к одной поскочу, то к другой поскочу, но могу сказать, что чувства у мужчины есть. И он считает, что вы разбили его сердце. Это вы разбили его сердце. Ну, вот он наш дорогой, любимый. Там мужчина, который, сейчас мы вот так, мужчина, который, у некоторых это будет даже не свободный мужчина, сейчас посмотрим, вы это или нет. Мы говорим о вас, что говорит его душа? Понимаете, он вот считает, что я живу так, я живу правильно. Я мужчина, который знает, куда он там идет. царь-император наш, император монет. И его очень движет сексуальная такая сила, он знает, что все, что он и делает по отношению к женщинам или к вам, это все правильно. Сейчас посмотрим, это вы или это другая женщина. Ну, он вообще всех считает женщин, это все императрицы. Вот, понимаете, каждая женщина дает что-то еще. Тут могуйка. Тут, да, мужчина очень высокого о себе какого-то мнения. Очень. Он действительно очень высокого о себе мнения, что его душа хочет сказать. Знаете, если вы расстались, то он очень хотел бы опять как-то с вами связаться, вы бы действительно сила. И у него сейчас без вас почему-то как-то не очень идут дела именно в финансовом выражении. Он это от всех скрывает, пытается скрыть, пытается на поверхности показывать, что все необыкновенно. Могуйка, я могу, понимаете, только я это все решаю. Только я решаю. что говорит его еще душа о вас. Чувства у мужчины есть. Просто такой он очень тяжелый, жадный, могу сказать, что нещедрый. И вот понимаете, он вот этой своей нещедростью или скудностью души всегда все сам портит, сам все сжигает. Вот он даже это как-то понимает, но сделать он ничего не может. Что говорит его душа? У него есть чувства к вам. Но он считает, что это вы его сердце разбили, а вы считаете, что он вам столько уже пожег, уже все в пепле, правда, все в огне. И вот эта его какая-то жадность, вот эта скудность, вот знаете, он, этот мужчина не понимает основного закона жизни, что не только то, что между ног движет, а мы люди нам не движут эмоции положительные. Эти положительные эмоции приводят к сексуальным отношениям, к хорошим, положительным, то, что дает радость и счастье, а не разрушение. Здесь человек, да, скудный и душой, и может быть очень жадным, но вы его зацепили. Он это будет скрывать любыми путями, очень часто, может быть, болтать, о чем непонятно, но это будет вранье. Так, что говорит его еще душа? Ну, конечно, ну, конечно, тут что уж не говорить, женщин мы любим, да. Ну, я же мужик, я же император, я же мужик, я же император, а ты моя, ты всегда моя, даже если вы разошлись, ты моя, а сам ты моя, а потом опять по другой дорожке побежит. Очень сложный мужчина, здесь кто смотрит, прям аж даже прям тяжело раскладывать. Так, сейчас будем смотреть на других картах, чтобы было как-то попонятней. Это мы туда вверх поднимем. Мужчина такой у нас, да, вот такой. что говорит его душа? Теперь мы будем докладывать карты основные. Мы сказали, что говорит его душа о вас? Ну, да, он все время закрывается, он как под щитом. Может, вот любит легкость, вот что говорит его душа? Да, он любит вроде бы легкость, у него есть какие-то обязательства, ну, как-то к вам не относящиеся, больше какой-то фундамент, то ли карьера, то ли, может быть, действительно есть у него другие отношения там, и он все время закрывается. Ну, чувство есть, чувство есть. Что могу сказать? Да, он по вас тоскует, и чувство у него есть, но даже у такого сложного человека, у грюмряка какой-то, вы, воспоминания о вас, вообще мысли о вас дают ему радость, и он тоскует, он тоскует, не все так просто под луной. Что еще говорит его душа? Что еще говорит его душа? Ну, я могу это все, как я сказал, так и будет. Да, он просто, понимаете, он маленький мальчик, как я часто говорю, маленький мальчик с трусиками, с трусиками, горошек, с дыркой на боку, ну, я могу, я, что его говорит душа? Его к вам тянет, вы даете ему силу, вы даете ему энергию, если у кого есть дети, его тянет, ну, как же так, он уступит, ну, я же мужик, я же хозяин, хозяин, я хозяин. Ну, мужчина очень любит деньги, чувства у него к вам есть, ну, такой сложный мужчина, что, я не знаю, как вот с ним очень сложно найти общий язык, очень, очень, ты ему говоришь баран, а он тебе отвечает овца, ты ему говоришь овца, а он отвечает буйвол, вот, и вот очень найти, как он думает, что он чувствует, вывести его конкретно вот на такой вот разговор, чтобы все было понятно, невозможно, он всегда юлит, он всегда как на перекрестке стоит, но чувства есть, что говорит его душа о вас, ну, у многих, которые разошлись, кто разошелся с мужчиной, то он говорит, ну, да, я сжег все, я разрушил, все разрушено, я куда-то, как осел, поперся, разрушил эти отношения, у кого-то даже брак разрушенный, он понимает, что очень много от него зависело, но он не признается в этом, это там в душе, что еще его душа говорит, что еще его душа говорит, он хотел открыть дороги, да, он говорит, я хотел открыть дороги, но я дороги-то открыла, вроде как вылетаю, чтобы свободным быть всегда, но оказывается, там за открытой дверью не солнце светит ему, а на него удары молнии сыпятся, и он уже к Богу глаза подносит, поднимает голову, но чувства здесь есть, тут ничего, даже говорит, нечего, чувства здесь есть, что говорит его душа, очень сложный человек, просто мы смотрим его душу, никаких советов, да, человек все время куда-то, все время, то направо, то налево, все время, вот как маятник, то туда, то сюда, то прямо, то туда, то в криво, то все время на перекрестке, вот уже несколько раз вышло, человек все время на перекрестке, человека движут, вот знаете, он живет на первой чакре, самой нижней чакре, где только секс, удовольствие, правит дьявол, да, да, и тут женщины, что он хочет сказать, он хочет сказать, ну я мужик, почему мне нельзя, мне же можно, я же мужик, ну это же просто, вот просто, вот так, просто, просто, не просто, а очень все тяжело, так, очень тяжелый мужчина, очень, и что мы еще посмотрим, сейчас здесь, давайте просто, что говорит его душа, вот, а вам-то что хочет, действительно сказать, его душа, наконец-то, ну да, он, я все время хочу перемен, я хочу смен, перемен, я и к тебе хочу, я и перемен хочу, я и хочу путешествий, и к кому-то ходить, я хочу так, я хочу, я хочу, все, это хочу, и он все время в этих повторных опасностях, вот он вам очень хочет сказать, я хочу и к тебе, я хочу и к тебе, вот он не вырос, то есть, понимаете, он никак не может познать мощь великого, то есть, никак не может стать мужиком, он от большой силы, он трус, он бежит, если он чувствует, что у него, вот привязка к женщине, любовь, тянет его, надо бежать, как же так, это тогда будут обязательства, но то, что его к вам тянет очень, да, и то, что у него есть чувства, но только этот мужчина по-своему понимает эти чувства, ну что ж, таковой он есть, а теперь мы будем смотреть, это вы, женщины силы, теперь будем смотреть на другой колоде, этого же мужчину, что говорит его душа, что говорит его душа, всегда много карт выкладываю, чтобы картинка у вас больше совпадала, что говорит его душа, про любовь говорит его душа, ну вот, вот говорит, да, человек не действие, вот его чувства, да, чувства есть, действий нету, чувства есть, а действий нету, ой, амур-амур, Ну, как куда кривая выведет. Но если ты примешь, то хорошо. Если ты начнёшь ругаться, опять чего-то требует. Ну, значит, как будет на войне. Вот как вот будет, так и будет. А чувства есть. А чувства есть. Что говорит его душа? Эх, душа-то душа, да. Начать бы всё заново. Вот знаете, что говорит его душа? Вот вы для него та женщина, которая даёт ему силу. Вы та женщина, которая мудрость ему какую-то даёт, советы. И он прекрасно в душе. Он понимает, что вы действительно как пара. Ну, вот я говорю, ну, очень сложный человек. Хотел бы, если что-то рушится или у вас качели, хотел бы опять начать сначала. Вот чтобы сначала-сначала так не получается. Сначала-сначала уже же, уже же прошлое нагажено где-то. Человек сложный. Что говорит его душа? Что говорит его душа? Да, он хочет с кем-то посоветоваться и, может быть, даже к каким-то сильным людям пойти. Что говорит его душа? Вот понимаете, душа-то одно говорит, что чувство есть. Хотел бы начать, а как он не знает. Как бы это сделать бы вот чужими руками, вашими, например. А у вас эта качелька уже как-то тоже не очень так выскочили карты, что говорит его душа. Ну, тут любовь, любовь, понимаете. И он даже не знает, с кем ему посоветоваться, потому что его к вам тянет. Стрелой амура его проткнули. Девчонки, вы что-то такое натворили с этим мужичонкой? Девчонки молодцы. Ну, очень сложный мужчина. Чувства есть? Это он говорит душа, да, но у него на первом месте я должен идти, я, я, я должен карабкаться, я должен идти. Пока он там что-то карабкается, уже все дрова в печке сожглись, и ничего не останется. Что говорит его еще душа? Что вы женщина, которая просто пронзили его сердце. И ему надо как-то вас добиться. Он считает, что вы его, вы его собственность, его, что говорит его душа. Ну, да, потому что я такой, я, 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 я и попа не моя, вот такой мужчина. Ну, любить мы можем любить всех, и самых положительных, и самых отрицательных. Это не важно. Он для нас человек любимый. И для них, вот понимаете, он такой. Вот, если вы такого любите, то пытайтесь как-то найти с ним общий язык. Очень сложно. Вот с таким человеком хорошо, знаете, как, чтобы человек был, в командировке ездил, там, на дальнобойщик, летал на самолетах. Чтоб человек не все время был рядом. Вот тогда каждый раз будет праздник, каждый раз будет вспышка. И он, опять, тоже хочет какой-то вспышки, вот, как было раньше. Потому что сейчас у него действительно какие-то проблемы есть, и душевные, и материальные, он какой-то недоразвитый, вот, может быть, именно духовно. Он без вас не может, но он сопротивляется, как только возможно. Не показать, какой он. Хорошо, давайте дальше посмотрим по-другому. Что говорит его душа о вас? Что говорит его душа о вас? Тут хочет, понимаете, действие не сам действовать, а через вас действовать, чтобы вы чего-то предпринимали. А он тогда поддакнет вроде бы как, вот, я император, это я. Я, я. Что говорит его душа о вас? Эх, мосты сожгли. Знаете, вот я ему сказала, что он почему-то считает, что вы ему разбили сердце. Не он вам, а вы ему разбили сердце. Что это вы вот так вот. А в надежде вы такая звезда, до которой не дотянуться. А показывает, извините, вот, как бы агрессию какую-то. Какой-то прыгает, прыгает, прыгает. Вы знаете, он рожден таким вот манипулятором, и вот такое говнецо в нем есть. Это семерка мечей. Это нельзя, это вот он с этим рожден, он такой есть. Но он разрушает сам, вот разрушает этим. Сам своим характером, сам своими действиями разрушает. И в душе о вас вы та звезда, до которой, ну, вот она на небе светит. Как до нее долететь? Вот такое вот. Он все считает, что вы его, его. Ну, очень такой вот, еще что душа его. Ну, он прекрасно понимает, что вы как бы ровня, понимаете? Вы тоже королева, которая знает, чего надо. И голову отрубит тем, кто будет мешать. Он знает, кто вы. Он знает, кто вы. Он знает, кто вы. Вот понимаете, его даже вот это вот прямо, прямо подстрекает. И сексуально его возбуждает. Он очень вас желает, что вы, вы не такая, которая раз и все без сопротивления. Нет. Вы будете сопротивляться. И вот это сопротивление, вот эта мудрость ваша, ваша сила в начале, она и дает это вот покой и успокоение. Вы понимаете, его аж бесит, но он ничего сделать не может. Он желает вас. С кем бы он ни был, а вы в его сердце есть. Вот такой, такой, даже упрямцем нельзя сказать. Ну, какой-то очень тяжеловатый. И последнюю карту в одну возьму. Что он в душе о вас говорит? Вот с чего мы начали, тем и закончился расклад. Вы сила, вы даете эту силу, вы ее просто вот даете, эту силу. И он это прекрасно понимает. Женщина силы, женщина, которая знает какие-то вещи, которые ему непонятны, неведомы. И поэтому он вас не может прижать, он не может вас зажать. Вы сопротивляетесь. Потому что у вас духовное сильнее физического. Вы действительно королева. Вот в истинном понимании этого слова королева, царица даже. Мне больше нравится царица. Царица прям звучит. Ну, и теперь посмотрим, что как бы вам в этой ситуации все равно. Еще раз посмотрим. Ну, да, здесь мужчина ревнует, желает. И вы для него действительно сюрприз. Мужчина ревнует, мужчина желает, хотел на вас посмотреть, а он желает. Вот его душа говорит. А сопротивляться будем до конца. Нет, внешне он будет показывать и другое. Я мужик, должно быть все по-моему. Вот все по-моему. Вместо того, чтобы сесть, поговорить, пойти на компромисс, не у каждого свои правила, как он говорит, мои правила правее, а сесть и создать новую конституцию, в которой будет обговорено именно ваше соглашение, ваш договор. Нет. Он будет желать, он будет ревновать, он будет понимать, что вы такое, что дается, прям радость приносит. Еще что, дорогой наш? И он уверен, что вот, вот понимаете, что вы-то будете его ждать всегда. И еще он говорит одно. А без тебя мне внутри одиноко. Вот такой расклад. Расклад именно что говорит его душа. Я не вижу особо действия, потому что этот мужчина любит действовать, чтобы кто-то действовал за него. Если, например, что-то произошло, этот мужчина так все сманипулирует, что вот вы оказываетесь виноваты. То есть виноват всегда остается другой, а не он. Он так все... Но здесь чувство есть. Мужчина очень сложный. И без вас он действительно одинок. Как некоторые говорят, вы рассказываете сказку. Нет. Я влезаю в его подсознание, к этому мужчине, который мы загадываем. И говорю вам то, что мне говорят сверху высшие силы. Этот поток. Всем желаю и девочкам, и мальчикам улыбок на лице, радости, огромного материального благополучия. А также отношений, которые были гармоничными, которые приносили радость, а не страдания. А от страданий, мы их выдумываем сами в голове тоже, нужно сразу отходить. Уходить от тех отношений, которые не дают радости. Вот с таким мужчиной очень сложно. То есть вот с ним, вот как действительно, как с царем надо договариваться. и действительно писать Конституцию, прямо на бумаге. Права и обязанности, и что общее. Всем желаю благ и радости. Пока-пока. С вами была я, Вивьена. Субтитры создавал DimaTorzok